Рада приветствовать вас в очередном выпуске передачи Insights с Oled Wave. Согласно последнему отчету, EWI существует высокий уровень вероятности того, что произойдет коррекция индекса Eurostox 50 и DAX. Со мной на линии с деталями по этому вопросу Брайан Витмар. В то время как иночные аналитики трубят о том, что нужно скупать фунды, даже медведи на рынке говорят, что экономику Германии вскоре ожидает нисходящий тренд. Согласны ли вы с этим утверждением? Нет, я не согласен. Во-первых, потому что мы видим волнообразный паттерн Эллиата в движении DAX. Рассмотрим на Германии с 2011 года, цены пошли буквально по траектории из учебника «Пятиступенчатая волна». Это технический паттерн, теперь должен подтвердить конец ралли. Также ралли замечательно совпадает с параллельным трендовым каналом. Плюс, за этот промежуток времени скорость уменьшилась, объем сократился. Так, технические индикаторы на рынке Германии указывают на завершение восходящего тренда. Вовсе не на начало нового бычьего рынка. Евроцентробанк начал программу количественного смягчения 9 марта. Банк также огласил пересмотренные в положительную сторону прогнозы по росту экономики на ближайшие несколько лет. Все же EWI считает, что действия кредитора говорят о его панике. Расскажите нам, почему так? Я считаю, что эти прогнозы, но уж слишком оптимистичны. Количественное смягчение – это не что-то новое. ЕЦБ уже предпринимал некоторые попытки простимулировать рост еврозони, но они все провалились. С 2007 года они сократили процентные ставки до негативного уровня, предоставили около 50 программ финансовой помощи, предоставили долгосрочные кредиты. Но несмотря на все предпринятые условия, дефляция, которую так старались победить, еще больше увеличивается в Европе. Некоторые аналитики считают, что акции не могут упасть в цене, так как программа АКС поддерживает рынок. Я думаю, что все с точностью наоборот. Программа количественного смягчения – это последняя попытка ЕЦБ скорректировать тренд в еврозоне. Когда эта попытка не увенчается успехом, многие инвесторы поймут, что фондовый рынок еврозоны вовсе ничем не подкреплен. А что нам говорит EWI о взаимозависимости между банком и государствами? Как эта взаимосвязь будет проявляться? Я уже говорил об этом понятии, оно описывает взаимозависимость между европейскими банками и правительствами стран. Финансовые учреждения Европы располагают госдолгом на 2 триллиона. Это практически в два раза выше уровня 2000 года. Я считаю, что такая зависимость очень опасна именно сейчас. Оптимизм сходит на нет. Банки просто удерживают облигации от слабых правительств. Они считают, что риски здесь минимальны. Они верят, что ЕЦБ будет и дальше оказывать финансовую помощь слабым заемщикам. Но я не думаю, что это произойдет. Когда впервые была оказана финансовая помощь Греции, пострадали налогоплательщики. Второй раунд помощи стал грузом для владельцев облигаций. При помощи Кипра пострадали банки. Таков сейчас тренд. Кредиторы все больше и больше принимают на себя удар потерь. Масштабная распродажа на рынке долговых обязательств – это лишь дело времени. Это поставит европейские банки под огромное давление. Брайан, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в апреле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok